А я всё ещё смотрю, ну, кто-то знакомый. Ну, не может быть, что... Я такая думаю, нет, это же этот, это же ютубер. Я пытаюсь вспомнить, как тебя зовут. Да уж, бывает и такое. Блин, спасибо, тебе песню мою любимую ещё и вспомнил. Да, на здоровье? Всё, пока. Это просто, это... Я в шоке. Да, у меня ещё там это... Думают, что меня сейчас решат убивать. Музыкально убивает. А ты в России в каком городе родилась, жила? Я родилась в Краснодаре. Я мелко сюда приехала, мне было лет 12, что ли, когда я сюда переехала. Сейчас 18, да? Да. Ты типа там последний класс, что ли, или как? Я, да, я заканчиваю сейчас 12-й. У нас 12-й класс. То буду поступать куда-то, куда ещё, не знаю. 12-й, жёстко. И чё там уже, всё изучено, наверное, всё, что можно. А там вообще, ну... Я в основном, я взяла из классов только математику, английский и пучу арт всяких классов. У нас же можно выбирать. I speak English like I'm fluent, there is no barriers or anything like that, so... Это типа, когда ты начинаешь всё загладывать, это уже, знаешь, просто флюентли болтаешь. Да, very very fluent. Вот, я просто помню мне, вообще, как я о тебе узнала, мне начали попадаться в YouTube-шортсах, знаешь, отрывки с тобой. И ты там то на улице играла, то тоже чат-рулетка была. И я такая... А мне... Вот у меня была с детства мечта купить гитару, потому что у меня мама играет на гитаре. Я помню, я как-то сидела, как-то тренировалась. Мне подарили на 15-летие, я помню, там, я просто на тебя подписалась. И я такая, ой, блин, ролики вообще классные. Вот почему я так не умею? Я начала, когда у тебя старые ещё твои разборы были, я начала что-то пытаться делать, ну, вообще, ну, ты вообще очень крутой. Спасибо, спасибо. Я недавно разучила, знаешь, сваты? Там такая песня, грустная гитара. А, нет. Вот, типа... Ну, ты смотрел сваты? Нет. Ну, слышал. Ну, вообще, там вот такая мелодия. Сейчас. Сейчас. Дальше не помню. Ну, что-то знакомое, ну, прикольно. Это уже фингерстайл у тебя получается? Ну, типа того, да. Ты по табам, да? По табам. Да, по табам или... Вообще... Ну, что ты за табам, да? И я потом помню. Другая девочка ещё такая была миленькая. Real Girl. Да, да, да. Вот. Я по её ещё видео училась. Но именно что по каверам. Я пыталась просто запомнить, как она пальцы перестала. Ты такая, наверное, так. А, ну, не, ну, у тебя уже неплохо получается. Продолжай. Спасибо. И купи струны, наверное, потому что, ну, уже слышно, что старые. Просто я сам вот поменял, когда позавчера, ну, вообще по-другому звучать. До этого, ну, тусклые уже стали. Ну, и неприятно играть было. Вот поставил свежие, ну, всё звучит, просто летит. Поэтому это очень важно, наверное. У меня... У меня есть дополнительные струны, но я просто боюсь их менять. Потому что я никогда ни разу, вот, вообще не милала. Серьёзно? Да. Может, кто-то есть, кто поможет? Моя мама, наверное, может, но я не знаю. Она педагог? Она не педагог, но она примерно с моего... Ну, вот тоже с 15-летней гитарей играет. О, ну да, тогда поменять. Она на классической играть, наверное, да? Нет, на акустике тоже. Ммм, угу. Ну, у тебя есть e-mail? Можешь написать свой e-mail? Да, могу. Скинул... Курс же у меня есть по гитаре. Да? А, да. Скачаешь там, ну, посмотришь, может, что-то полезное будет. Супер-супер-супер-супер. У меня два курса. Ну, один для продвинутых, другой прям для супер-нулёвых. Ну, наверное, оба скину. Это, знаешь, как знакомство по старинке через e-mail. Нам было. Да, да, да. Когда они инсту или телегу спрашивают и номер. А вот... У меня никто давно e-mail не спрашивал. Я не думаю, что он, во-первых, есть у всех. Ну, вот, там, сейчас спроси у кого-нибудь здесь. По-любому скажешь, что нету. Или не помнят, потому что напридумают. И потом... Не, в городе e-mail это очень важная штука. Не знаю почему, но... Ну, там, чуть-чуть технологии недоразвиты, да? Не технологии, а, как сказать, там сервис отстаёт от России. Банкинг. И что-то ещё. Ну, вот эти два главных критерия. И школа, думаю. Да? Так себя учишь, что ли? Да, вообще. Когда я приехала в Канаду, во-первых, я только-только закончила пятый класс. Должна была поступать в шестой. Но у нас, вот, допустим, у international students, когда они приезжают в Канаду, они сдают тест перед поступлением в любую школу, в любой класс, неважно. Ну, ну, ну. Сдают тест на знания. Просто это не на оценку, а вот что они знают. И меня определили сразу же в седьмой, я скиднула в шестой. И в седьмом классе мы изучили то, что в России обычно изучают в третьем классе. Ну, то есть... Серьёзно? Да, периметр умножения в столбик, деления. В седьмом классе. Да, это было вообще. Я не делала никакую домашку, потому что тут домашку делают не как, допустим, в России. Каждый день задают домашнюю работу и на следующий же день проверяют её. Если у тебя есть этот класс в следующий день. А тут домашка делается буквально для тебя, её не будут проверять. А-а-а. Да, тут только тесты оцениваются. Я поэтому домашку никогда в жизни не делала тут в Канаде. И вот моя оценка составляла мои тесты. А тесты я всегда супер писала, потому что я и так всё знала. Вплоть до... Ну да, Underkind. Да. Ну так мне все и считали. Вплоть до класса десятого, когда я нагнала программу. И я уже, ну, домашку неделю не тренировалась. И такая думаю... А я ничего не помню уже. А-а-а. Тогда началась... Началась попа какая-то. Ну поэтому и 12 классов. А сейчас в 12-м чё? Подготовка или так? В 12-м, да. Больше подготовка к тому, что вот нацелена на поступление в университет. И нас подготавливают к... К всяким вот этим... Ужасу. Я вообще не представляю, что будет университет в Канаде. А, тут еще все университеты платные. А-а-а. И чё, родители будут оплачивать? Либо... Тут есть несколько вариантов. Можно получить у государства оплату университета. Если ты хорошо учишься, но это не про меня. Нам надо прям быть очень умным. Прям... Либо же взять кредит на обучение университета. Либо же, да, родители. Потому что... Так. Один год, тысяч двадцать. Дол... Евро. А, доллар. Долларов канадских, да. Это, чё, два миллиона рублей? Это... Ну... Примерно... Миллион четыреста, где-то так. Миллион четыреста. Четыре курса, да? Угу. Да, жестко. Квартиру можно купить. В Казани где-нибудь. Ну, такую. Да. Ну, понял. Я... У меня просто... Педагог по-английскому, с которым я занимаюсь. Ну, сейчас чуть реже. Получил канадское резидентство. А, и она уехала вот в Канаду. Я, правда, в России не была, вот как переехали. А, ты же никогда в Москве и в Питере не была. Нет, в Питере не была, а вот в Москве пару раз была. Ммм. Дорогие билеты, наверное, да? Пять тысяч на одного человека туда и назад. Ого. Ну, да. Но зато у тебя плюс, что ты можешь без шенгена покупать европейские билеты. Да, кстати. И... Ну, все удобно. Но минус в том, что это другой континент, поэтому перелеты долгие очень. Ну, да. Да, да. Ну, в целом, там же вроде как выше уровень жизни, да? Ну, типа считается, да. Но на самом деле тут вообще нечего делать молодежи. Молодежи. В том плане, что, ну, не знаю, тут из самых таких прикольных... Вот, допустим, я живу в Торонто, и тут из самых таких интересных мест, куда пойти, это какой-нибудь мол, центр города, что, в принципе, ну, посмотреть на каких-нибудь солевых. А-а-а. Ну, такое. И парк аттракционов, на котором два раза пойдешь, все горки обкатаешься, и уже неинтересно. Странно. А что природа там, на природу выехать такой? То есть... Природа тут... Тут считается, что природа — это что-то не тронутое человеком. Вот, допустим, если сравнить с Краснодаром, там же всякие тоже красивые парки у нас, то есть на природу можно посмотреть, но они как бы ухоженные. А тут какой-нибудь их парк — это кусочек такого леса, которого, ну, вообще не трогали никак. Там ни скамеек, ни мусорок, из-за этого все мусорят просто на траву. А-а-а, не облагорожено, короче. Да, такое себе. И тут их очень много, и они все одинаковые, так что не особо интересно. Какого-то тут красивого парка нету, а если даже есть, то они очень маленькие, и туда очень много людей приезжает, потому что такого, ну, у нас... Немного, да? Этиш, да. А что, русских много? Да, очень много русскоговорящих еще в последнее время. Тяжело устроиться, найти работу, да? Да, языковой барьер, особенно, если это более взрослое поколение. Ну, знаешь, языки уже не так легко даются для изучения. Да, да, да. Ну ты, блин, да, наверное, легко. За сколько? За год, там, когда вокруг тебя все говорят, за год выучил, да? Честно, за три года, потому что у меня был очень огромный комплекс, когда я говорила на английском. Я очень сильно стеснялась своего акцента, и я пошла в младшую школу, а там очень много буллят дети. А, да. Да, и меня булили из-за акцента, и я из-за этого, ну, вообще не говорила, я только, вот, брала телефон и с переводчиком разговаривала, так вот показывала. Да, но потом я на работу устроилась, и мне как-то, ну, пришлось говорить на английском, поэтому я перестала от вас стесняться. Сейчас мне даже иногда нравится мой маленький акцент. Прикольно. Ну, у тебя узнают по акценту? Откуда ты? А, нет, не узнаю, что я с Россией, но мне все говорят, что понятно, что ты не из Канады, но невозможно понять откуда. Есть маленькая просьбочка. Да. Ты не против, если я вот так вот нас фоткаю, потому что мне вдруг лежа, никто не поверит? Это вообще... Давай-давай. Я в шоке. Спасибо большое. Тебе спасибо. Так что жди ролик, я пойду дальше снимать. Удачи. Спасибо, ты классная. Давай, курсы скину, да. Спасибо. Давай.